Счастье, условное понятие, что такое... А это не только себя, но ещё и окружающих людей? Никак, не будет человек думать об этом, зная, что ничего за гробом нету. Это всё пустота. Почему? Да, правила, которые для советского гражданина были, там всё правильно написано, но никто этого не исполнял. Сегодня открыто об этом говорят. А то нам не положено... Это где? Это роман «Воскресенье Льва Толстого». Вот надо уважать. Он говорит, сначала ограбили, а теперь уважать. Почему ты раньше мне не сказал, пока ты меня не ограбил ещё? Ну, я чуть-чуть по-другому говорю, я сейчас вам другое сказал. Я говорю то, что есть. Нет, я говорю, вот если, допустим... Ну, хорошо, хорошо. Если придётся мой человек, да, и он счастлив, правильно, со мной именно вот. Если мои окружающие люди тоже со мной счастливы, предположим, предположим, вот. Разве не в этом смысл жизни? Ну, хорошо, вы одно, давайте, ваше время, счастье ищите. В чём оно счастье? Назовите. С утра, вот вы сегодня лежите раздетый, какое счастье ожидаете? Ну, уже как бы ночь, типа. В чём я лежу раздетый, как бы ничего другого. Чтобы какая-то шлюха, шалава позвонила и встретиться, за одну секунду заскочить на неё. Нет, 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 отлично нет. Это, на самом деле, не очень, как бы, ну, то, что вам сказано, не очень хорошо, на самом деле. Да. Счастье в том, что просыпаться с тем человеком, которым ты любишь, и который готов дарить тебе улыбку. А не то, чтобы... Улыбку. Какая-то, вы понимаете, о чём я приехала, и что бы тебе сделала. Улыбка, когда она улыбка. Улыбка, он с улыбкой в карманы лезет, с улыбкой... Понимаете, подождите, понимаете, если вы с человеком просыпаетесь, смотрите на него, да, и вы улыбаетесь от того, что он просто с вами находится, не чтоб там его, как бы, сказать... Хорошо. Вы... Делать ещё что-то. Вы будете счастливы, если я вам скажу, вчера 20 тысяч в Российской Федерации по согласованию с правительством были убиты люди без суда и следствия. И сегодня ровно 20 тысяч будут убиты. Вы согласны, счастливые? 20 тысяч. И за время перестройки убиты, по согласованию с правительством, без суда и следствия, 120 миллионов человек. А что вы измените? А? А что вы можете изменить, если вам это скажут? А то иметь, чтобы этого не делать. И осудить. И осудить это убийство. Вы сказали, вам такое говорят, что вы можете изменить, чтобы этого не делать. Вот именно вы, что вы сделали? Я ничего не могу сделать. Может сделать Бог, которому я молюсь. Я ничего не могу сделать. Но подождите, успокойтесь. У вас больше встречи такой не будет. Вам сказать-то нечего. Нет, я все нормально разговариваю с вами. Просто мне интересно. Ну, что такое совесть? Скажите, дайте объяснение. Что такое совесть? Ваше выражение. Давайте я скажу вам, наверное, от себя. Совесть это то, что может делать, ну, какие-то советы тебе дают изнутри, что ты когда-то неправильно сделал или сделаешь. Так. Назовите великих людей мира, которые объяснили, что это такое, хотя бы одного. А, я не знаю. Не знаете. Не знаете. А я вам скажу. В интернете главное по этой проблеме, как я от проблемы не употребляю слово, мое выражение. Взяли его и теперь везде в мире говорят, совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Вот что такое совесть. Ну, возможно. Невозможно, только так. Ну, а я вам сказал, как, ну, типа, примерно так же, я вам и сказал, нет? Вы скажите, Сталин был совестливый? Я не знаю. Не знаете. Это, не знаете, 66 миллионов сажарных. Что он делает, а не то, что написано. Я вам обязательно ответил, говорю, за счет этого. Недавно большие нападки были на Александра Исаевича Солженицына. Один мужчина там сказал, говорит, да, мы можем осуждать, но мы там не были, где он был. А я прошел этот ГУЛАГ. Я знаю, о чем он говорит. Я первый в стране опубликовал его архипелаг ГУЛАГ. Насчитал на пленку и растережировал. Ну, так, подождите, а в чем, получается, смысл нашего диалога заключается? В том, что я вам задаю вопрос, и вы, как бы, ну, не можете на него ответить, правильно? У вас даже мысли не возникло, что вас встречат сегодня не случайно. Я молился, чтобы Господь послал трезвого человека, хорошего. Я не вижу, что глаза у вас не обкуренные, ни разу не заматерились, не хлюпайте водой. Это все импонирует. Ну, что, раздеты, тут можно прикрылись маленько. Я уже считаю ответ на мою молитву. Это ответ, я молился, перед тем, как ходить в чатру летку, я помолился, Господи, пошли мне человека, который вот такой-то, эти качества я вас увидел. Ни разу не заматерились. Мне 84 года, я еще ни одного мата не сказал. Я, как бы, говорю, мата, но очень редко. Ну, по крайней мере, вы меня еще не отматерили даже. А за что я должен вас материть? А ничего. Разговариваешь с этими вот людьми, которые по книге уважают экстакала. А ему 15 лет. Он, Аллах Акбар, Аллах Акбар. А я отвечаю, слушайте, внимательно, не перебивайте. Аллах Акбар, я отвечаю, Иисус Акбар. Он опять, Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар, голову отрежу. Его кто-то за руках, мать, что ты делаешь? Там, видно, лет 15, пацаненок, мусульманин. Вещь неслыханная. По волокке, вот, что ты делаешь? Это Аксакал говорит. То есть, у них все тоже нарушено. Шпана подзаборная. Может быть. Да не может быть, не надо это лазейку делать-то. Я не знаю, почему я могу говорить за какой-то народ, за которых, я не знаю, если мне человек, ну, как-то, допустим... Хорошо, развод. Развод это хорошо, нет? Смотря из-за чего. Женились люди. В ЗАГСе. Фамилию взяла, все. И развод. Сколько разводов в стране? Просто так развода быть не может. Не может, не может. Это, соответственно, из-за либо его, что он там сделал плохо, либо ее, если она сделала что-то плохое. Я спрашиваю, сколько разводов? Проценты. Процентов 70. Вот со мной разговаривали, вы все можете это узнать. В первые 4 года после бракососчитания 84,6% разводов. Кто этими детьми заниматься будет? А я создал детский лагерь. Сам. Зарегистрировал в Краевом отделе инвестиций. Его директор 45 лет. Без помощи государства тысячи детей поднимали. Это Бог делает. Это Бог делает. Я вот вел занятия 18 лет только на 5 университетов, 13 школ. Во всех отделах милиции, воинских частях Алтайского края. И все это бесплатно. Алтайского края? Да. А именно где? Ну где, вы же сказали сами только что. Барнаул. Ну Барнаул. А летом мы строим православные деревни, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Я все сказал в Краевом отделе, в Краевой администрации. Я говорю, то у нас тут ни одного такого нету, чтобы были. Женщины, говорят, матерятся, мужчины все курят. Ну это их выбор. Разврат. Искажение умов. О чем поэт Плещаев говорил. Ну, согласись адекватным людям, то, что по телевизору там, типа, курить это круто, они в это не поверят, правильно? И не будут этого делать. Тем, кому это не нужно. А кому все равно, они будут делать то, что как бы им кто-то там насоветовал, что-то посоветовал. А вы знаете, Дмитрий Иванович Менделеев, кто такой? Кто такой? Человек. Ну человек, ясно, что не собака. К чем он известен на весь мир? Ну, лохимик. А? Химик он, да? Таблица Менделеева. Химик. Я же говорю химик. И он предсказал, что в 2000 году русских будет 650 миллионов, а сейчас даже 150 нету. Полмиллиарда. Какой Змей Горыныч сожрал? Когда каждый день 20 тысяч абортов. За время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. И сейчас только начали говорить об этом. А что у вас там за чувак сзади ходит? Что? А что за человек у вас за чувак сзади ходит там? Ничего не пойму это. Человек, говорю, что за человек сзади ходит? Да вам-то зачем это знать? Это пустое все. А то баба у колодца спрашивает друг друга, с кем Машка спала сегодня. Это никакого отношения не имеет. Он здесь находится. Зачем это вам знать? Ну, узнали, что это сын мой. Еще дальше. Пустой вопрос. Тем более, если бы этот разговор шел в скайпе, мы бы еще раз встретились. Знаете, что никогда мы тут больше не встретимся. И спрашивать, зачем голову забирать тем, чего вам не надо? Вообще не надо. Открытие на вопрос, пожалуйста. В чем заключается счастье человека? Счастье в всем заключается. В том человека счастье, когда он имеет будущее, что его Господь принял. Он узнал, что Христос умер за его грехи по Писанию. И он живет для Бога, вводимый Духом Святым. И когда спрашивали о смысле жизни, все отвечали по-разному. И только Серафим Саровский ответил. Стижание Духа Святого. В этом смысл. И в этом счастье. Быть вводимым Духом Божиим. А если сказать своими словами, как это будет звучать? По-другому никак. Стижание Духа Святого. Это надо понимать. Каждое слово вам надо... Именно своими словами, как это будет звучать? Это быть с Богом единым. Сказали? Я не знаю, что вы сейчас сказали. Мы бы примерно, может быть, это прочитали. Либо это выучили, правильно? Я этим живу. Либо вы это знаете. Как сказать именно своими словами это? Видите как? Вот я вам сказал там в Википедии. Вы заглянули с краешку. А когда вы прочитаете мои специальности 12, по которым я в 84 года тружусь, вам будет интересно. Моя биография, она на весь интернет. А если мне с вами неинтересно будет разговаривать, потому что вы говорите все то, что написано, может быть, вами, ну, и какими-то именно фразами из какой-то статьи или еще что-то, ну, вы говорите так. Ну, если мне это интересно, я хочу... Хорошо. Вы эту книгу, эту книгу хоть раз читали, хоть эту раз? Нет, ни разу не читали. Это главная книга мира, в которой ни одна буква не изменена за 3600 лет. Перебью вас, перебью вас, перебью вас. Я же вам вопрос... Перебивает каждый день. В Украине много их перебили уже. Укреп... это... Удобрениями чужой земли. А зачем вы это говорите? Да тому вы говорите, перебью. Я на ваше слово отвечаю. Ну, а вообще вы упомянули то, что происходит, ну, какие-то, может быть, мысливые вещи там, на Украине... Я говорю о том, что значит перебить. Я к тому говорю, что не надо перебивать. Пускай живет человек. Всего хорошего. Ну вот, вылезно, скажите. Сами себе. Здравствуйте. Слава Иисусу Христу. Благословен грядущего имя Господне. Мы проповедуем о Христе, распятом и воскресшем. Я на вас попадал уже. Так что? Я на вас уже давно попадал когда-то. Ну, может быть, попадали. А почему по скайпу не вышли на меня? Я бы вам все ресурсы скинул даром. Которым равных нет в интернете. А я не помню, вы с вами не общались тогда. По скайпу. Зарядитесь скайп. Его школьники-пятиклассники за пять минут устанали. Два слова Игнатий Лапкин. И я сразу вам скину все ресурсы. У меня самые большие на весь интернет. Игнатий Лапкин.